Фраза катаклизма в Арсеньеве уже давно не воспринимается как нечто жуткое. Всем местным спортсменам, да и просто любителям активного отдыха известно, что такое название носит целый фестиваль каякинга. В этом году река Арсеньевка собрала несколько десятков любителей этого вида спорта. Река щадящая, здесь нет порогов, нет сложных препятствий. Можно абсолютно любому, через любые навыки, прям взять, сесть и попробовать свои силы. Это единственные в Приморье речные каякерские полноценные соревнования. Ну то есть где каяк речной базируется как основной спортивный снаряд. Пасмурная погода с переменным дождем ничуть не изменила планы каякеров. К тому же сама обстановка создавала тепло. Ведь катаклизма каждый год напоминает встречу старых друзей. В этот раз на реку съехались опытные спортсмены из Владивостока, Арсеньева, Хабаровска и других регионов. Были и новички, которые в первый раз садились в лодку и тут же пытались бороться за награды. И те, и другие вначале прослушали инструктаж, наценили трассу и подготовили снаряжение. Впереди их ждал целый день насыщенной гонками и борьбой с водной стихией. Состязания проходят в два этапа. Сначала каякеры поодиночке слетают с рампы и максимально быстро преодолевают триатлон. Гребут веслом, плывут руками, бегут ногами. Испытание выматывает всего за пару минут, но того стоит. Ну первый раз я вообще в жизни сел в каяк и все, захотел и поехал. Неправильное весло не под мою руку, поэтому мне пришлось грести очень неудобно. Поэтому и куча и косяков, и штрафов. Она заявила, сейчас прыгать будет. Она уже пятый раз участвует, ей два года, она уже пятый раз участвует. У нее очень сильная хватка, она весло держит, даже папе не отдает. И в этом ее секрет. Пока судьи подсчитывали результаты для следующего этапа, на реке началось одно из главных представлений катаклизмы – презентация самодельных судов. Этой забавной фишкой организаторы не только разбавляют соревновательную часть, но и позволяют проявить свои творческие навыки в грибном спорте. Кто-то внимательно следил за этим забавным шоу, а кто-то готовился к финальной части мероприятия – каякроссу. Среди каякерных соревнований главный приз я считаю, что это победить в каякроссе, потому что в триатлоне еще сложно тоже выиграть. Конечно, нужно навык, что ты бегал, хорошо плавал, на лодке хорошо плавал, но в каякроссе тут еще нужно посчитать, тактику сделать так, расставить, что ты максимально быстро приезжал в буйку. Ну и настойчивость, упорство – это очень катактный вид спорта. Ну, сегодня увидите, потому что будет реальная заруба. После долгих отборов и напряженной борьбы определились победители кульминационного каяккросса. Ими стали участники с внушительным опытом. Ну, круто, что! Было страшно. Не, не тяжко. Тут в основном доля везения. Кому как повезло. Это каяк-кросс, тут такое дело. Усилие было вложено максимально. Победа далась тяжело. Соперники сильные. Я шел к этому лет пять. Впереди спортсменов ждет основная часть водного сезона, поэтому каякеры еще успеют покататься по волнам дальневосточных рек и насладиться грибным драйвом. Максим Яковлев, Евгений Черемухин. Новости спорта на восьмом.